Девушки отдыхают В 22 часа на улице Заводская произошло сразу два дорожных происшествия. Сегодня днем с интервалом 30 минут произошло два дорожных происшествия. На перекрестке Московская-Радищево и в переулке Базовом неподалеку от Пивзавода. Сегодня днем в рамках операции «Автобус» прошел очередной рейд. На этот раз в Железнодорожном районе. В половине седьмого вечера на пересечении улиц Ленина-Луначарского из-за дорожно-транспортного происшествия произошла остановка трамваев. Столкнулись автомобиль ГАЗ-2705 и трамвай 26 маршрута. Водитель «Газели» Станислав Романов не рассчитал и, по всей видимости, слишком близко подъехал к трамвайным путям. Он пытался предотвратить столкновение, подавая звуковой сигнал. Однако аварии избежать не удалось. Трамвай повредил правый бок автомобиля. Стоит ли говорить о том, что на боку трамвая не осталось ни царапины? В результате происшествия в самый час пик было парализовано движение трамваев во всех направлениях. Движения-то нету, что толку? Домой надо возвращаться все-таки. Вообще возмущены происшествия? Конечно возмущены. Причина происшествия определит дознание и экспертиза. К счастью, ни водители, ни пассажиры не пострадали. Вчера в 9 часов вечера напротив аптеки по улице Титова съемочной группой ночного патруля был найден лежащий на снегу человек. Мужчина не подавал признаков жизни. Было непонятно, что с ним и жив ли человек. Анатолий Ермаков был без обуви и, по всей вероятности, находился здесь уже давно. Пострадавшему была вызвана скорая медицинская помощь. У Ермакова зафиксировано сильное алкогольное опьянение и переохлаждение. Пострадавший госпитализирован в 24-ю горбольницу. Жертвами ночных похолоданий чаще всего становятся бомжи, которые даже в условиях минусовой температуры ночуют на улицах, и нетрезвые граждане. Надо отметить, что в этом году первые случаи переохлаждения стали фиксироваться гораздо раньше, чем обычно. 26 ноября в половине девятого вечера на перекрестке Патриса-Лумумба-Братская произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2106 с грузовой «Газелью». «Жигули» шестой модели двигались по Патриса-Лумумба со стороны второй «Новосибирской». Водитель «Газели» не предоставил преимущества автомобилю, двигающемуся по главной дороге. В результате произошло столкновение. «Газель» врезалась в правый бок шестерки. Пострадавших нет. Около 10 часов вечера недалеко от перекрестка заводская Татищева произошло сразу два дорожных происшествия. Автомобиль ВАЗ-2108 совершил наезд на пешехода. Со слов водителя «Жигули» 8-й модели, он двигался параллельно с ВАЗ-21012. Водитель 12-й начал объезжать на дороге мусор и резко повернул. Восьмерка, чтобы избежать столкновения, повернула вслед за 12-й. В это время по обочине дороги шел пешеход. Мужчина собирался переходить проезжую часть и пропускал машины. Пострадавший отделался ушибом левой ноги и от госпитализации отказался. В ходе разбирательства произошла еще одна авария. Водитель, проезжающий мимо Тойоты, видимо, засмотрелся на происходящее и врезался впереди идущий автомобиль, который, по его словам, резко затормозил. Пассажиры автомобилей получили легкие ушибы, однако госпитализация никому из них не потребовалась. Сегодня в 13 часов на пересечении улиц Московской и Радищева столкнулись ВАЗ-2108, Тойота и автомобиль марки Шкода Фелиция. Шкода и Тойота двигались параллельно друг к другу по Московской в сторону Гурзувской. Восьмерка, за рулем которой находилась молодая девушка, выезжала на перекресток с улицы Радищева. По всей видимости, восьмерка двигалась на красный сигнал светофора, в результате чего ВАЗ-2108 врезался в левый бок Тойоты. Иномарка, в свою очередь, задела Шкоду. Буквально через полчаса в переулке Базовой неподалеку от пивзавода произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. На этот раз столкнулись КАМАЗ, ВАЗ-2104 и Копейка. ВАЗ-2101 двигался по базовому в сторону пивзавода. КАМАЗ выезжал слева из лесопарковой зоны. По словам очевидцев, водитель Копейки пренебрег правилами дорожного движения и решил проехать на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение. От удара Копейку развернуло и выбросило на встречную полосу, где в ожидании зеленого сигнала светофора стоял ВАЗ-2104. Я, значит, ехал, увидел красный свет, начал останавливаться, навстречу ехала Копейка, ударилась об КАМАЗ и ее потащило прямо ко мне в лоб. Однако водитель Копейки свою вину не признает. По его словам, он двигался на желтый сигнал светофора. Горел зеленый свет, машин вообще не было. Загорелся желтый. Я думал, и мы к КАМАЗ выезжаем. Я думал, и проеду. Он меня ударил, меня развернуло и на четверку. Истинные причины ДТП определит дознание и экспертиза. К счастью, пострадавших нет. Сегодня в железнодорожном районе прошел крупномасштабный рейд в рамках операции «Автобус». Операция проходит по всей области и продлится до 22 декабря. Ее цель – уменьшение дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Наиболее неблагоприятная аварийная обстановка зарегистрирована при осуществлении пассажирских перевозок маршрутными такси. За 10 месяцев текущего года водителями маршрутных такси совершено 14 ДТП, в которых погибло 3 и ранено 32 человека. В рамках сегодняшнего рейда сотрудники ГИБДД проводят проверки на конечных остановок маршруток. У водителей транспортных средств, любых, осуществляющих перевозки пассажиров, наличие документов в обязательном порядке, подтверждающих право эксплуатации транспортных средств, имея и право управления транспортными средствами. Значит, далее проверяем укомплектованность транспортных средств, аптечка, огнетушительная, знаковая аварийная остановка, всем тем, что необходимо, и, я говорю, на правила дорожного движения. Работает телефон доверия, по которому можно сообщать о нарушениях правил безопасности пассажирских перевозок. 54-47-69. За прошедшие сутки в области зафиксировано 230 преступлений, раскрыто 163. Раскрываемость составила 70%. Заранее совершенные преступления сотрудниками милиции задержано 3 преступника, находившихся в розыске. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 8 человек. Произошло 16 пожаров. В огне погиб 1 человек. Ночной патруль приглашает сотрудничество журналистов, видеооператоров, видеоинженера. Оплата достойная. Субтитры создавал DimaTorzok